3 августа на базе Люберецких школ откроются детские лагеря. В этом году ребят примут только 7 образовательных учреждений. Как педагоги готовятся встречать детей по новым нормам сам ПИНа, проверил Владимир Ужицкий. Здравствуйте, давайте измерим вашу температуру. Пожалуйста. 36,5. Пожалуйста, продезинфицируйте руки. Летняя оздоровительная компания в этом году предлагает не только отдохнуть. Его помогут сохранить средства защиты, санитайзеры во всех кабинетах, частое мытье рук, обработка поверхностей каждые 2 часа. И так знакомая уже всем социальная дистанция. Это увеличенный период приема пищи. То есть отдельные отряды каждый в свое время приходят в столовую, чтобы принять пищу. Ну и количество людей, соответственно, в спальной комнате уменьшилось. В помещениях пока пусто, но разграниченные зоны для ребят уже подготовлены. В 16-й гимназии организованы специальные помещения для 4-х отрядов. 50 ребят со всей Красной Горки будут есть, играть и спать здесь строго по новым правилам. Для лагеря предусмотрена отдельная раздевалка с соблюдением социальной дистанции. Также зал для приема пищи, 4 игровые, 4 спальни, 3 холла для того, чтобы дети могли выставить свои работы. В этом сезоне в Люберецких школьных лагерях отдохнут 374 ребенка. Свои двери откроют 7 школьных лагерей. Это меньше, чем обычно. Количество досуговых площадок формировалось с учетом запросов от родителей задолго до начала оздоровительной кампании. В этом году у нас в летней оздоровительной кампании участвуют дети начальной школы. За редким исключением, когда это ребята 5-6 классов. К сожалению, в этом году условия нам не позволяют вывозить детей. Поэтому все силы педагогов из разных учреждений будут направлены, чтобы детям было весело, комфортно. Летняя оздоровительная кампания 2020 будет как никогда короткой. 21 день. Старт работы школьных лагерей дадут 3 августа. Анна Троян, Валерия Абсалямов, телеканал ЛРТ. Субтитры создавал DimaTorzok